МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие дамы и господа, мы рады видеть вас на долгожданном литературном вечере, который стал доброй традицией нашей школы «Путь к успеху». И сегодня мы уверены, что ваши сердца наполнятся предчувствием весенних перемен, новых свершений и культурных открытий. Мы хотим начать наше мероприятие с поистине прекрасного танца XVIII века, который благополучно прошествовал через столетия, не потеряв пути своего достоинства и великолепия. Это один из самых любимых танцев русских офицеров, которые, как известно, царили не только на Бранном поле, но и на Балу. Баланес, дамы и господа! 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 Сегодня мы хотим вам рассказать историю декабристов, какой вклад они влезли в развитие отечества и литературы, какой была их судьба. Еще больше возвысили славу декабристов, их жены и любимые, последовавшие за ними в ссылку, показав всем пример мужества, благородства и настоящей любви. Кем же были декабристы? Компании молодых людей, мечтавших изменить положение дел в России. Все они относились к дворянству, то есть к элите, поэтому многое в их поведении определял кодекс дворянской чести. Каждый из них, став участником восстания, знал наверняка, что он не будет прятаться, бежать за границу или жить по подложным документам. Это противоречило дворянской чести. Подавляющее большинство декабристов было офицерами. Это люди армии, профессиональные военные, с соответствующим образованием. Многие прошли через сражения и были героями войн, имели боевые награды. Всего после восстания 14 декабря 1825 года было арестовано более 300 человек. Из них осуждено 125, пятеро казнено. Остальных оправдали. Точное количество участников декабристских обществ. Установить сложно. Именно в силу того, что вся их деятельность сводилась к более или менее абстрактным разговорам в дружеском кругу молодых людей. Без четких планов и формальных организовок. Чтобы оказаться причисленным к кругу декабристов, достаточно было ответить на вопрос приятеля. Есть общество людей, желающих блага, процветания и счастья России. Ты с нами, причем впоследствии оба про этот разговор могли забыть. Так, южное общество образовалось в крохотном украинском местечке Тульчине, где был расквартирован штаб 2-й армии. Образованные молодые офицеры, чьи интересы не сводились лишь к картам и водке, собирали в своем кругу, чтобы поговорить о политике. И это их единственное развлечение. Такие собрания по тогдашней моде они назовут тайным обществом, что было просто свойственным той эпохе способом обозначить себя и свои интересы. Мы, живущие в России 21 века, сегодня говорим о тех, кто защищал ее в веке 19-м, кто не побоялся отдать жизнь и свободу за то, чтобы жизнь на родине стала лучше. 13 июля 1826 года были казнены пятеро декабристов. Павел Пестель, Кондратья Илеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. До этого в России не казнили полвека. От Пугачева. Даже перед казнью Каховский оставался верен своим убеждениям и нацарапал на тюремной тарелке стихи. Тюрьма мне в честь, не в укоризну. За дело правое я в ней. И мне ль стыдится сих цепей, когда ношу их за отчизну. Коня, маленькому Кондратью, было всего три года. Здравствуй, мама. Он не проживет и до утра. Он, задыхаясь, метался по постельке, сжимая свои тоненькие, исхудавшие, бледные ручки, уже не узнавая меня, своей матери. Радость, счастье, сокровище мое. Неужели ты уйдешь от меня? Уйдешь? Нет, это невозможно, немыслимо. Разве могу я пережить тебя? Спаситель возвратит мне моего мальчика. Возвратит. И снова он здоровенький, весело улыбнется мне. Опомнись. Не моли Господа о выздоровлении. Только он знает, зачем нужна теперь смерть ребенка. Из благости, из милосердия своего хочет он избавить его и тебя от будущих страданий. Я приму сама, какие угодно страдания, лишь бы он счастье моей жизни остался жив. Ну тогда следуй за мной. И я, повинуясь чудному, голос ушла, сама не зная куда. Пред собой я видела только длинный ряд комнат. Первая, где теперь лежал мой умирающий ребенок. Но он уже не умирал. Нет, он тихо, сладко спал, с легким румянцем на щеках, весело улыбаясь во сне. Крошка мой был совсем здоров. Я хотела подойти к кроватке его, но голос звал меня в другую комнату. Там он был уже крепким, сильным, резвым мальчиком. Он начинал уже учиться. Кругом лежали книжки, тетради. Далее видела я его юношей, и взрослым, и на службе. Но вот уж предпоследняя комната. Там было много совсем незнакомых мне лиц. Они о чем-то оживленно совещались, спорили, шумели. Сын мой с видимым возбуждением говорил им о чем-то. Остановись. Одумайся, безумное. Когда ты увидишь то, что скрывается за этим занавесом, отделяющим последнюю комнату от других, ты уже не сможешь ничего изменить. Лучше покорись. Не проси жизни своему ребенку, подобно ангелу, не знающему житейского зла. Нет, нет, хочу, чтобы жил он. Тогда занавес медленно приподнялся, и я увидела виселицу с окровавленным телом моего сына. Я громко вскрикнула и очнулась. Первым движением моим было наклониться к ребенку. Но, к моему глубокому удивлению, он спокойно, сладко спал. Я стояла как очарована, и ничего не могла понять и сообразить. Что это такое? Все тот же ли сон? Или это радостная действительность? Время шло, а сон мой исполнялся с буквальной точностью во всех, даже в самых мелких подробностях. И юность его, и, наконец, те тайные сборища. Более не могу продолжать. Еще один из казенных декабристов — Павел Пестель. Он возглавлял самое радикально настроенное южное общество. Встреча Пушкина с Павлом Пестелем произошла во время Кишиневской ссылки поэта. Ей запись в книге от 9 апреля 1821 года. Утро провел с Пестелем. Умный человек во всем смысле этого слова. У нас с ним был разговор метафизический, политический и прочее. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю. Шел разговор, как всех равнять. Народы так бедны, и в наши дни для равенства сословий достойных нет условий. И потому дворянство назначения хранит народа честь и просвещение. О да. Если трон находится в стране в руках диспута, тогда дворянство — первая забота сменить окова власти и закон. Увы, тех основ не пожалеет разве Пугачев. Мужицкий бунт бессмыслен. Но не борясь, мы потыкаем злу. Бережем тиранство. Русское тиранство, дилетантство. Я бы учил тиранов ремеслу. Ай да, Пушкин, что за резвый ум. Столько мыслей, но мало, мало основательных идей. Но тупость рабства сокрушают гении. В политике кто гений, тот злодей. Впрочем, разговор был славный. Говорили о Ликурге, и о Солоне, и о Петербурге. И что Россия рвется на простор. Они простились. Пестель уходил по улице разъезженный и грязный. И Александр, разнеженный и праздный, рассеянно в окно за ним следил. Шел русский бруд. Глядел во след ему, российский гений, с грустью без причины. Сергей Муравьев-апостол в 17 лет имел 4 боевых награды. Он ушел на войну прямо со стунтической скамьи. Во время службы Муравьева-апостола произошло знаменитое восстание в Семеновском полку. Солдаты, недовольные жестокостью командира, отказались повиноваться. Братцы, мы с вами вместе Наполеона били, себя не жалея. Но неужто вы из-за какого-то недостойного человека в честь мундира запятнаете? Остановитесь, братцы! Но солдаты не послушали его. Слишком глубока была рана, нанесенная жестоким офицером. Она оставила след не только на спинах солдат, но и в их душах. А в Париже во время заграничного похода будущий декабрист встретился со знаменитой гадалкой Марией Ленорман. Могу рассказать вам вашу судьбу, но, боюсь, вы не обрадуетесь. Говорите, я не верю в судьбу. В конце вашего пути веселится, вас принародно казнят. Этого не может быть. В России не вешают дворян. Значит, для вас сделают исключение. Дитя двенадцатого года, в шестнадцать лет, Бородино. Хмель заграничного похода, освобождение вино. За храбрость, золотая шпага, чин капитана, ордена. Была дворянская отвага, в нем с юностью обручена. Я победителем вас вижу, мой капитан, мой капитан. О, как мечталась вам, как пелась, как поклонялась вам страна. Но есть еще другая смелость. Она не каждому дана. Не каждому, кто носит шпагу и кто имеет ордена, Была военная отвага, гражданская в нем обручена. С царями воевать непросто, к тому же вряд ли будет толк. Гвардеец Муравьев-апостол на плац мятежный вывел полк. Не для того мы шли под ядра, и кровь несла бельзина. Чтоб рабство и холопство ядом была отравлена страна. Зачем дошли мы до Парижа? Зачем разбили вражистан? Вновь победителем вас вижу, мой капитан, мой капитан. Гремит полков российских поступ. И впереди гвардейских рот восходит Муравьев-апостол. На эшафот. Зловещая серость рассвета С героев Бородина Срывают и жгут и палеты Швыряют в костер ордена И смотрят волконские усталы На знамя родного полка. Он стал в двадцать пять генералом, Он все потерял к сорока. Бессильная ярость рассвета С героев Бородина Срывают и жгут и палеты Швыряют в костер ордена И даже воинственный пристав Отводит от веселых взгляд. В России казнят декабристов, Свободу и совесть казнят. Ах, царь милосердие дарит, Меняет на каторгу смерть. Вославьте же все государя И будьте разумнее впредь. Но тем пятерым нет пощады. На фоне зари эшафот. Ну что ж, нас жалеть не надо. Знал каждый, на что он идет. Палач проверяет петли, Стучит барабан. И вот уходит бессмертие пестель. Каховского час настает. Рассвет петербургский тлеет, Гроза громыхает вдали. О, Боже! Сорвался Рылеев, Надежной петли не нашли. О, Боже! Собрав все силы, отчаянно он хрипит. Повесить и то в России Не могут как следует стыд. Князь Трубецкой, Вам знакомы эти листы? Князь Сергей Петрович, Ответьте. Манифест об уничтожении бывшего правления, Уничтожении права собственности на людей, Равенство всех сословий перед законом. Вы писали. Это ваша рука. Моя. Что же вы наделали? Что ж такое вы наделали? Что было в этой голове, Когда вы связали свое имя с такой дрянью? Ваша участь будет ужасна. Такая милая у вас жена. Вы погубили вашу жену. Я могу вас сейчас расстрелять. Расстреляйте. Сергей был старше меня на десять лет. Скрытный и замкнутый, Долговязый и не умеющий танцевать. Князя сразил мой интеллект И душевные качества. Он впервые видел такую Образованную и любознательную женщину. А я впервые полюбила. Наша любовь была взаимной и страстной. Мы сыграли пышную свадьбу в мае 1821 года. Екатерина Трубецкая единственная И жен декабристов знала о заговоре. Еще до вынесения приговора Она твердо решила Разделить участь мужа своего, Если он останется жив. Она добилась царской аудиенции. Император всячески пытался Отговорить ее от безрассудной затеи Отправиться в Сибирь. Грозя потерей дворянских привилегий, Имущественных прав, Всяческими трудностями и лишениями, Пожизненным запретом на возвращение В Центральную Россию. Но Трубецкая была непреклонна. Покоен, прочен и легок На диво слаженный вазок. Сам граф-отец Ни раз, ни два Его попробовал сперва И зарыдал. Княгиня-дочь Куда-то едет в эту ночь. Да, Рвем мы сердце пополам друг к другу. Но, родной, скажи, Что ж больше делать нам? Поможешь ли тоской? Один, кто мог бы нам помочь теперь? Прости, прости, Благослови родную дочь И с миром отпусти. Увидит Бог, Но долг другой И выше, И трудней. Меня зовет. Далек мой путь, Тяжелый мой путь, Страшна судьба моя, Но сталью я одела грудь. Гордись, Я дочь твоя. Уже два месяца почти, Бессменно, День и ночь в пути. На диво слаженный вазок, А все, Конец пути далек. Ее в Иркутске встретил сам Начальник городской. В Нерчинск! Закладывай скорей, Велите ждать не лошадей. Прошу помедлить час, Дорога наша так дурна, Вам нужно отдохнуть. Благодарю вас, Я сильна, Уж недалек мой путь. Все ж будет верст до 800, А главная беда, Дорога хуже там пойдет, Опасная езда. Два слова нужно вам сказать, По службе и при том, Имел я счастье, Графа знать. Семь лет служил при нем, Отец ваш редкий человек, По сердцу, По уму, Запятилев в душе, Навек признательность к нему. К услугам дочери его готов я, Весь я ваш. Но мне не нужно ничего, Готов ли экипаж? Покуда я не прикажу, Его не подадут. Так прикажите ж, Я прошу, Готов ли мой вазок? Нет, Я еще не приказал, Княгиня, Здесь я царь. Садитесь. Я уже сказал, Что знал я графа всталь. А граф, Хоть он вас отпустил, По доброте своей, Но ваш отъезд его убил. Вернитесь поскорей. Нет, Что однажды решено, Исполни до конца. Мне вам рассказывать смешно, Как я люблю отца, Как любит он. Но долг другой, И высший святей, Меня зовет. Мучитель мой, Давайте лошадей! Да откровенно говорю, Вернитесь лучше в свет. Благодарю, Благодарю за добрый ваш совет. Когда б не доблестная кровь текла вас, Я б молчал. Быть может, Гордость вас спасет. Достались вы ему С богатством, С именем, С умом, С доверчивой душой, А он, Не думая о том, Что станется с женой, Увлекся призраком пустым. И что ж, Вот его судьба. Что ж, Бежите вы за ним, Как жалкая раба. Нет, Я не жалкая раба, Я женщина, Жена. Пускай горька моя судьба, Я буду ей верна. О, Если б он меня забыл Для женщины другой, В моей душе достало б сил Не быть его рабой. Но знаю, К родине любовь Соперница моя. Если б нужно было б вновь, Ему б простила б я. Я вас старался напугать, Не испугались вы. И хоть бы мне не удержать На плечах головы, Я не могу, Я не хочу Тиранить больше вас. Я вас туда в три дня Задам чуму. Запрягай сейчас! Самой юной из декабристок Была Мария Николаевна Волконская. Ей было всего 19. В юности В меня был страстно влюблен Пушкин. А еще Моим пением и обаянием Был очарованный Князь Сергей Волконский. Он часто стал бывать у нас И, наконец, Решился сделать предложение Через отца, Генерала Раевского. И через него же Получил согласие. Прошло две недели, И я под венцом С Сергеем Волконским стояла. Недолго я знала его женихом, Недолго и мужем узнала. Зимой он приехал за мною туда, С неделью я с ним отдохнула При главной квартире. И снова беда. Однажды я крепко уснула, Взглянула, Стревожен и бледен он был, Камин затопила я живо. Из ящиков муж мой бумаги Сносил камину и жег торопливо. Иные прочитывал бегло, Спеша, Иные бросал не читая. И я помогала Сергею дрожа, Все глубже вагонит их толкая. Затем он сказал, Мы поедем сейчас. Волос мы их нежно касаясь, Все скоро уложено было у нас, И утром ни с кем не прощаясь, Мы тронулись в путь. Мы скакали три дня. Сергей был угрюм, торопился, Довез до отцовской усадьбы меня И тотчас со мной упростился. Что значили бледность его И все, что в ту ночь совершилось? Зачем он не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось. Как дорого стоил мне первенец мой. Два месяца я прохворала. Измучена телом, убитой душой, Я первую няню узнала. Спросила о муже, Еще не бывал, Писал ли? И писем нет даже. А где мой отец? В Петербург ускакал, И брат мой уехал туда же. Мой муж не приехал, Нет даже письма. И брат, и отец ускакали. Сказала я матери, Еду сама. Довольно, довольно мы ждали. Любя меня мучил мой бедный отец, Жалея удваивал горе. Узнала, узнала я все наконец. Прочла я в самом приговоре, Что был заговорщиком бедный Сергей, Стояли они настороже, Готовя войска к низвержению властей. Вину ему ставилось то же, Что он... Закружилась моя голова. Я верить словам не хотела. В моей голове не вязали слова. Сергей и бесчестное дело. С души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила. Зачем он жене ничего не сказал? Подумав, и то я простила. Как мог он болтать? Я была молода, Когда ж он со мной расставался. Я сына под сердцем носила тогда. За мать и дитя бы он боялся. Так думала я. Да, беда велика. Не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, Но люди живут и в Сибири. По комнате важно свидетель шагал. Нам было неловко. Сергей на одежду свою показал. Поздравь меня, Маша, с обновкой. И тихо прибавил. Пойми и прости. Глаза засверкали слезою. Но тут саглядатый успел подойти. Он низко поник головою. Я громко сказала. Да, я не ждала найти тебя в этой одежде. И тихо шепнула. Я все поняла. Люблю тебя больше, чем прежде. Что делать? И в каторге буду я жить, Покуда мне жизнь не наскучит. Ты жив, ты здоров. Так о чем же ты жить? Ведь каторга нас не разлучит. Так вот ты какая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Вы, чьи широкие шинели, напоминали паруса, И шпоры весело звенели, и голоса, и голоса, И чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали след. Очаровательные фронты, очаровательные фронты минувших лет. К досточеньям воли выбрали сердце и скалу. Цари на каждом бранном поле и на балу, и на балу. Вам все вершины были малы, имя, как самый черствый хлеб. О, молодые генералы, о, молодые генералы своих судеб. О, как мне кажется, могли бы Рукою полною перстней. И кудридев ласкать и гривы своих коней, своих коней. В своей невероятной скачке вы прожили свой краткий век. И ваши кудри, ваши бачки И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег. И ваш кудри, ваши коней, seu нагреваю. И ваши кудри, свои коней. И ваши кудри, ваши кудри, ваши коней. офицер, единственный наследник крупнейшего в России состояния и скромная служащая торгового дома. Они не могли не встретиться. Модный дом Диманси, где работала Полина, находился рядом с домом Анны Ивановны Айненковой, обожавшей делать покупки и часто бывающей в этом магазине. Иван Александрович довольно часто сопровождал мать за покупками. Я сразу же обратила внимание на высокого, стройного, голубоглазого и очень обходительного офицера. Иван Айненков тоже заметил меня и зачастил в магазин. Правда, уже без матушки. Я дважды прилагал Полине руку и сердце. Она дважды отказывала. Понимала, что матушка никогда не благословит нас. Перед восстанием я признался Полине, что меня, скорее всего, сошли вот в Сибирь. В тот день я поклялась, что последую за ним всюду. 19 декабря Иван Александрович был арестован, отправлен в Выборгскую, а затем в Петропавловскую крепость. А вскоре осужден по второму разгляду и приговорен к 20 годам каторжных работ. Узнав, что любимый находится в Петропавловской крепости, я заплатила унтер-офицеру 200 рублей. Я отправила ему медальон с запиской. Я поеду с тобой в Сибирь. Государь-император, я вас на коленях молю. Разрешите отправиться в след за любимым Сибирь. Все ошибки, совершенные прежде, я там искуплю. Я готова пешком одолеть всю российскую ширь. Я готова отречься навек от отчизны своей. Испытать унижение каторги, гнет кобылы. Жить под горькое звяканье ржавых тяжелых цепей и в слезах целовать окровавленные кандалы. Государь-император, лишь он моим сердцем храним. Я уверена в том, что увижу добро ваших глаз. Дайте мне дозволение отправиться следом за ним. Обещаю всегда пред Всевышним молиться о вас. Государь-император, взываю, услышьте рабу. Гёбель-полина могла бы вращаться в блестящем кругу, но смиренно прошу разрешить разделить с ним судьбу. Я признаться должна в том, что жить без него не могу. Государь-император, позвольте счастливую быть не в ссылке с ним рай и в суровых условиях юг. Никому не подвластно заставить меня разлюбить. Никакую Сибирь не сравнить холодами разлук. Государь-император, Только на третий день моего приезда привели ко мне Ивана Александровича. Невозможно было описать той безумной радости, которой мы преодолись после долгой разлуки, позабыв все горе и то ужасное положение, в котором находились. Я бросилась на колени и целовала его оковы. Мы венчались на каторге 4 апреля 1828 года. Полина, дважды отказавшись быть женой самого богатого жениха Москвы, стала женой сильнокадрежного. Я была счастлива, соединив судьбу с любимым человеком и с гордостью носила новое имя Просковья Егоровна Анинхова. Александр Дюма написал о нашей любви Роман, учитель фехтования. Когда я говорю о думах чистых, когда хочу понять любимую суть, я слышу голос женщин-декабристок, я вижу их сибирский тяжкий путь. Когда сверяю горечь людские И преданность, и верность в трудный час, Волконские и рядом Трубецкие Стоят передо мной всякий раз. Они страдали, плакали, как дети, Они такую силу обрели, Все потеряв на этом грешном свете, Они лишь верность милым сберегли. Их обжигала северная стужа, Тоска и смерть стучали в их окно. Чтоб умереть за честь И дело мужа, Не каждой этой женщине дано. Среди друзей Пушкина Было немало декабристов. Поэт не мог оставаться равнодушным К их судьбам. Николай I вернул поэта из ссылки И пригласил на аудиенцию. Меня привезли по почте в Кремль. Всего в пыли ввели в кабинет императора. А здравствуй, Пушкин. Довольный ли ты, что возвращен? Спасибо, Ваше Величество. Я очень благодарен за доброту По отношению ко мне. Пушкин, если бы ты был в Петербурге, Принял ли бы ты участие в 14 декабря? Неизбежно, Государь. Все мои друзья были в заговоре. Я был бы в невозможности отстать от них. Одно лишь отсутствие спасло меня. И за то я благодарю небо. Ты довольно шалил. Надеюсь, теперь ты образумишься. Присылай все, что напишешь ко мне. Отныне я буду твоим цензором. Несмотря на чрезвычайную опасность мероприятия, Я принял решение написать письмо друзьям в Сибирь. Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье. Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремление. Несчастье, верная сестра. Надежда в мрачном подземелье Разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы. Как ваши каторжные норы Доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут. Тимницы рухнут. И свобода Воспримет радостного входа. И братья меч вам отдадут. Стихи были посланы в Сибирь на каторгу С Александрой Григорьевной Муравьевой Женой декабриста Никиты Михайловича Муравьева Очаровательная молодая красавица Спрятала крамольный листок В своей прическе. Стихотворное послание имело ответ. Его написал Александр Иванович Адоевский Князь, корнет-леп гвардии конного полка Член Северного общества декабристов. После восстания Адоевский добровольно сдался полиции. Попал в Петропавловскую крепость И был осужден по четвертому разряду На 12 лет каторжных работ. Струны ищих До слуха нашего дошли К мечам рванулись наши руки И лишь оковы обрели Наш тяжкий труд не пропадет Из искры возгорится пламя И просвещенный наш народ Сберется под Святое Знамя. После восстания в России Началась Николаевская эпоха Которая продлилась 30 лет. Многие называют это время Реакцией и цензурой. При этом сам Николай I Хорошо понимал, что страна Требует преобразований И поручил втайне разработать Проект по отмене крепостного права Который так в итоге И не был завершен. Император умер в 1855 Крепостное право Отменил уже его сын Александр II В 1861 году Первое, что сделал Александр В качестве императора Объявил амнистию Оставшихся в живых декабристов. Вернули тех, кто в 25 В Санкт-Петербурге в декабре На площади перед парадом Войска построили в горы. Теперь их горсточка осталась. Сибири годы, 30 лет Но молодой бывает старость Закат пылает, как рассвет Непримиримы, непреклонны Прямые спины, ясный взгляд Как на крамольные иконы На старцев юноши глядят Дай Бог слепцам глаза вернуть И спины выпрямить горбатым Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть Но быть нельзя чуть-чуть распятым Дай Бог не вляпаться во власти И не геройствовать подложно И быть богатым, но не красть Конечно, если так возможно Но дай Бог быть тертым калачом Не сожраны ничьей шайкой Ни жертвой быть, ни палачом Ни барина Не попрошай кай Дай Бог поменьше рвать Адольф Сакс изобрел этот инструмент В 1846 году На международной презентации его во Франции Были представители отцарской России Которые сразу же заинтересовались этим инструментом Вскоре сразу же несколько стран Предложили саксу запустить Массовое производство духовых инструментов А в дальнейшем он звучал и на балах Наш бал не исключение Соло на саксофоне для вас исполнит Илья Нестеров АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Уважаемые гости На нашем балу работает тайная почта Вы можете абсолютно анонимно отправить послание Любому человеку, который находится сегодня в зале Обратите внимание на наших почтальонов Мы продолжаем наш вечер В первое десятилетие 19 века В Вене этот танец разрешали танцевать не более 10 минут Несмотря на то, что он считался неприличным Вальс, тем не менее, занял свое место в программе королевского балла Это была своеобразная революция в бальном этикете Слыханное ли дело, чтобы кавалер прикасался к даме Да чтобы танцующие еще и оказывались лицом к лицу Но в этом и состояло преимущество нового танца Кавалеры его дамы получали возможность не только обмениваться репликами Но и незаметно передавать записки В начале 19 века в дворянском обществе Мода на вальс закрепилась окончательно Этот танец полюбился всем за легкость и свободу Приглашаем вас на мастер-класс Венский вальс, господа Добрый вечер Мы приглашаем вас на мастер-класс Итак Мы встаем Друг напротив друга Третья позиция Да, можете занимать все пространство зала Потому что мы сейчас будем кружиться На раз-два-три, раз-два-три Итак, все готовы? Еще есть даже место Вот здесь, да, проходите Мужчины делают шаг вперед к своей даме Раз-два-три-четыре Предлагаю ей руку Девушки кладут руку в руку мужчины Мужчины берут девушку за талию И, конечно же Да Мужчины ведут с правой ноги Делают шаг вперед Девушки, соответственно, уходят немного назад И раз-два-три Раз-два-три Давайте попробуем и покажем Раз-два-три Раз-два-три Берем Раз-два-три Раз-два-три 1,2,3, 1, 2, 1 Прекрасно получается! Я предлагаю сделать всё с музыкой. Готовы, друзья? Танцуем вальс! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она сказала однажды, женского вопроса в поэзии нет, есть женские ответы. Одна из ключевых фигур поэзии XX века, Марина Цветаева, считала себя поэтом по призванию и не могла позволить, чтобы ее стихи относили к так называемой женской поэзии. Главное свойство ее стихов — невероятная сила и мощь. Приглашаем вас в мир чувств одной из самых ярких звезд поэтического небосклова Серебряного века. В мир Марины Цветаевой. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, святилище, десон, эфемиам. Моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Более ста лет назад совсем юная и никому еще неизвестная Марина Цветаева написала ныне широко известное стихотворение, которое стало своеобразным предсказанием. Время — великий браковщик, знает свою работу. Вчера еще гремевшие проекты со звонкими именами и роскошными репутациями поодиночке или группами уходили в небытие. В то же самое время насильственно отдаленные от читателя, замалчиваемые авторы, выходили на первый план и по праву овладевали вниманием читателей. Так произошло и с Мариной Цветаевой. Красная кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть Жаркой рябины горькую кисть. Марина росла среди музыки и книг. Отец ее, Иван Владимирович, был человеком необыкновенно образованным. Он, будучи известным филологом и искусствоведом, познакомил Марины с историей и культурой Эллады. Сюжеты и образы античности встречаются во многих произведениях Цветаевой. У Марины было красноречие матери. Она все могла сделать со мной словами. И даже мундир, шитый золотом, заставила меня приобрести за одно лишь слово. Это для музея, папа, чтобы почтить мраморный музей твоим золотым мундиром. Мария Александровна, мать поэтессы, была талантливой пианисткой, учившейся у Робинштейна. Посвятив себя семье, она стремилась передать детям все, что почитала сама. Поэзию, музыку. Я записала в дневнике следующие строчки. Четырехлетняя моя Маруся, Соколик, кто вокруг меня, И складывай слова в рифмы. Может, будет поэт. После этого мне оставалось одно — стать поэтом. С детства она была погружена в атмосферу Александра Сергеевича Пушкина. Очень рано расщутила в себе некий тайный жар, скрытый двигатель жизни, и назвала его «Любовь». Пушкин заразил меня любовью. Словом «Любовь». Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь. Тебе какая кукла больше нравится? Тетина Нюрнбергская или Крестнина Парижская? Парижская. И почему же? Потому что у нее глаза страстные. Что? Я хотела сказать страшные. То-то же. Мать не поняла. Мать услышала смысл слов и, может быть, вознегодовала правильно, но поняла неправильно. Не глаза страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами, приписала глазам. Не я одна, все поэты. И Пушкин первый. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. На скамье Татьяна, потом приходит Онегин. Но не садится, а она встает. И Онегин говорит долго, все время. А она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что это любовь. Когда скамейка, на скамейке она, потом приходит Он, и все время говорит, а она не говорит ни слова. Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. В них обоих в любовь. И ни одной из своих вещей я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух. Не в них двух, а в их любовь. Моя первая любовная сцена предопределила все последующие. Всю страсть во мне несчастной, невозможной, невзаимной любви. Моя первая любовь. Мне нравится, что я больна не вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной И не играть словами, И не гореть удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем рукой За то, что вы меня, не зная, Сами так любите. За мой ночной покой, За редкость встреч с закатными часами, За наше негулянье под луной, За солнце не у нас над головами, За то, что вы больны, увы, не мной, За то, что я, увы, больна не вами. Но еще многое во мне предопределил Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь первая писала, Первая протягивала руку, То только потому, что на заре моих дней Татьяна это на моих глазах сделала. Если потом, когда уходили, Всегда уходили, Не только не протягивала руки вслед, А головы не оборачивала, То только потому, что тогда в саду Татьяна застыла статуей. Стихи Марина Цветаева начала писать с шести лет. Не только по-русски, Но и по-французски, и по-немецки. Печататься начала с шестнадцати. А в один из московских осенних дней Тысяча девятьсотдесятого года Из трехпрятного переулка, Что близ Патриарших прудов, Вышла невысокая, круглолицая гимназистская И направилась в Леонтьевский переулок, Где помещалась типография Мамонтова. В руках у него была внушительная ступка стихов, А в душе дерзость и нерешительность, Гордость и робость, Что пронизали всю ее последующую жизнь И поступки. В этот знаменательный день Марина Цветаева, Которая исполнилась восемнадцать лет, Сучалась в двери русской литературы. Сборник заметили и одобрили Варерий Брюсов, Николай Гумилеев, А Максим Иоанн Волошин так восхитился, Что без предупреждения пришел в дом к Цветаевым. Он предстал мне впервые в дверях нашего дома в Трехпрятном. Можно не видеть Марину Цветаеву? Я. Вам можно? Очень. Вы читали мою статью о вас? Нет. Я так и думал, и поэтому принес ее вам. Вся статья Самый беззаветный гимн женскому творчеству и восемнадцатилетия. К вам душа так радостно влекома, О, какая веет благодать От страниц вечернего альбома, Почему альбом, а не тетрадь? Кто вам дал такую ясность красок? Кто вам дал такую точность слов? Смелость все сказать От детских ласок до весенних новолунных снов. Ваша книга — это весть оттуда, Утренняя благостная весть. Я давно уж не приемлю чудо, Но как сладко слышать, чудо есть. А позднее другой поэт Борис Пастернак Напишет следующее. Марина, золотой мой друг, Изумительная, сверхъестественная, Родное предназначение, Утренняя дымящаяся моя душа. Марина, какие удивительные стихи вы пишете, Как больно, что сейчас вы больше меня, Вообще, вы возмутительно большой поэт. Марина Цветаева была женщиной С деятельной мужской душой, Решительной, воинствующей и неукротимой. Кто создан из камня, Кто создан из глины, А я серебрюсь и сверкаю. Тем гроб и надгробные плиты, В купели морской крещена и в полете своем Непрестанно разбито. Сквозь каждое сердце, Сквозь каждые сети Пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, Земное не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, Высокая пена морская. В 1911 году Максимилиан Волошин Пригласил Марину и ее сестру Анастасию Провести лето в Коктебеле, Где у него был дом. Макс, я выйду замуж только за того, Кто угадает, какой мой самый любимый камень. Марина, влюбленные, Как тебе может быть уже известно, Глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, Присет тебе булыжник, Ты искренне поверишь, Что это твой самый любимый камень. Макс, я от всего умнее, Даже от любви. 5 мая 1911 года На пустом Коктебельском берегу в Крыму Встретились он и она Сергей Эфрон и Марина Святаева Ты помнишь, как шла по берегу И собирала камушки? Я увидела тебя, Такой кроткий, Грустный, Простой юноша С поразительно в пол лица глазами. И ты сказала мне тогда, Если найдешь и подаришь мне сердолик, Я выйду за тебя замуж. Ты тот час нашел его на ощупь. Уторваться от твоих зеленых глаз. Этот розовый, Изнутри освещенный камень, Я храню всю жизнь. Обвенчались Сережа и Марина В январе 1912 года. Этот короткий промежуток Между их встречей И Первой мировой войной Был единственным периодом Бестревожного счастья в их жизни. Именно ему, Любимому мужу, Другу, Были написаны лучшие стихи. Ждут нас пыльные дороги, Шалаши на час, И звериные берлоги, И старинные чертоги. Милый, Милый мы как боги, Целый мир для нас. Всюду дома мы на свете, Все завяз своим. Шалаши, Где очень нет сети, На сверкающем паркете. Милый, Милый мы как дети, Целый мир, Двоим. Солнце ждет На север с юга, Или на луну, И мочак, И бремя плуга. Нам, Просторы, Зелень луга, Милый, Милый друг у друга, Мы навек К плену. Одно из самых известных И проникновенных стихотворений, Так называемая Песнь к любимому, Была положена на музыку Андреем Петровым И прозвучала в кинофильме Эльдария Занова, Жестокий романс, Который вышел в прокат В 1934 году. По лаской плюшевого пледа Вчерашний Вызывай ее сон, Что это было, Чья победа? Кто побежден? Кто побежден? Все передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь, В чем, для чего не знаю слова, В том, для чего не знаю слова, Была любовь. Кто был охотник, Кто добыча, Все дьявольски наоборот, Что понял длительно мурлыча, Сибирский кот, Сибирский кот. Позвольте представиться, Аля или Ариатна Ефрон Родилась 5 сентября 1912 года В половине шестого утра Под звон колоколов Девочка, царица бала Или схимница Бог весть, Сколько времени Светала Кто-то мне ответил Шесть, Чтобы тихая в печали, Чтобы нежная росла, Девочку мы встречали Ранние колокола. 1914 год Началась Первая мировая война. Затем революция. Сергей Ефрон уехал на Дон, Где формировались первые войска Белой гвардии. Он любил Россию фанатично И верил, что спасает ее. Почти три года Марина жила в голодной, Красной Москве. Испытывала не просто нужду, А не щиту. На руках две дочери, Ариана и Ирина. И Цветаева билась, Как могла. Таскала саночки С гнилой картошкой, Стояла в очереди За пайковой селедкой, Меняла вещи на сало и муку. Самое тяжелое время, Осенью 1919 года, По совету знакомых, Отдала девочек в приют. Но вскоре забрала Тяжело заболевшую Алю. А в феврале 1920 года Потеряла маленькую Иру, Погибшую в приюте От голода и тоски. Две руки, Легко опущенные На младенческую голову, Были по одной на каждую, Две головки мне дарованы, Но обеими, Зажатыми, Яростными, Как могла. Старшую тьму, Ухватывая, Младшей, Не уберегала. Две руки, Ласкать, Разглаживать, Нежные головки, Пышные. Две руки, И вот одна из них За ночь Оказалась лишняя. Светлая, На шейке тоненькой, А дуванчик на стебле, Мною еще не понятый, Что дитя мое В земле. Марина Ивановна Цветаева В то время много писала, Но печаталась мало, И знали ее только Завядлые любители поэзии. Однажды, Отвечая корреспонденту С горючью, Сказавшему, Что ее, Цветаеву, В России не помнят, Она ответила, Нет, голубчик, Меня не не помнят, А просто не знают. В годы гражданской войны Связь между Мариной Цветаевой И Сергеем Эфроманом Оборвалась почти полностью. Послушаем их письма. Если вы живы, Если мне суждено еще раз С вами увидится, Слушайте, Когда я вам пишу, Вы есть, Раз я вам пишу. Если Бог сделает чудо, Оставит вас живых, Я буду ходить за вами, Как собака. Наша встреча с вами Была величайшим чудом, Но еще большим чудом Будет наша встреча грядущая. Когда я думаю о ней, Сердце замирает, Страшно. Каждый день, Каждый час Вы были со мной и во мне, Но это вы, конечно же, Должны знать. Горло сжато точно пальцами, Все время оттягиваю ворот, Сереженька. Я написала ваше имя, Не могу писать дальше. Радость моя, За все это время Я не видел ничего более страшного, А мне много чего страшного Пришлось повидать, Чем тревогу за вас Я не испытывал. Но теперь мне легче, Ведь в марте вы были живы. Вскоре выяснилось, Что Сергей Фронт жив. Волной отступления Кирилловской армии Его унесло в Чехию. Мгновенно, Бесповоротно, Марина приняла решение Об отъезде. Без Сережи Не смыслила Своего существования. Так началась 17-летняя эпопея За рубежом. Берлин. Недолго. Прага. Три года. Париж. За семь лет Франции Я бесконечно остыла Сердцем. Париж мне душевно Ничего не дал. Лишние горы. Небрага. Даже деревня Душная. Слезы, Не проливающиеся, Вновь не идущие. Я билась в своем плену От скручности И скручности. И к имени моему Марина Прибавить мученица. В 1922 году Марине Цветаевой Пишет Борис Пастернак. Прочитав изборник Версты, Потрясенный Пастернак Сокрушается, Что не заметил Ее талант раньше. А к письму своему Я приложил свою книгу Сестра моя жизнь. И Марина и я Были выходцами Из семей Творческой интеллигенции. Но судьбы у нас Были совсем разные. Марина жила в бедности. Ее книги Отказывались печатать. А вы, напротив, Были в это время Вполне успешны. Но вы поддерживали меня. Даже признавались в любви. Вы тоже меня поддерживали. И даже мечтала Назвать в честь вас Своего сына. Но вместо этого Я посвятила вам Стихотворение Расстояние Версты Мили Нас расставили Рассадили Чтобы тихо себя вели По двум разным Концам земли. По эмиграции Цветаева не прижилась. Все чаще и чаще Ее поэмы, Прозы, Стихи Отвергались газетами И журналами. В 1928 году Появился последний Прижизненный сборник После России. Пригвождена К позорному столбу Славянской совести Старинной. Змеёю в сердце И клеймом на лбу. Я утверждаю, Что невинна. Я утверждаю, Что во мне покой. Причастница перед причастием. Что не моя вина, Что я с рукой По площадям стою за счастьем. Пересмотрите Все мое добро. Скажите, Или я ослепла? Где золото мое? Где серебро? В руке моей Лишь горстка пепла. Это все, Что лестью и мольбой Я выпросила у счастливых. Это все, Что я возьму с собой В край целований молчаливых. Вернулась в Россию Марина Ивановна С родившимся в эмиграции сыном, Которую по желанию Сергея Фрона Был назван Георгием 18 июня 1939 года. Дочь и муж Вернулись двумя годами раньше. Наконец семья воссоединилась. Но это последнее счастье Длилось недолго. В августе арестовали дочь. В октябре мужа. Они вернулись в Россию Жестокое время. Тех, кто приезжал из рубежа Или к тех, Кто побывал в командировке за рубежом, Читали потенциальными шпионами. Марина Ивановна осталась сыном Без квартиры, Без средств к существованию. Потеряна. Совсем без цели Я темным переулком шла. И, кажется, Уже не пели колокола. Мы подошли к самой трагической странице жизни Марины Цветаевой. Началась Великая Отечественная война. Рядом нет друзей, Нет жилья, Работы, Нет семьи. Муж был расстрелян В октябре 1941 года. Дочери Адна провела в лагерях 16 лет И будет реабилитирована Только в феврале 1955 года. Марина Цветаева едет с сыном В эвакуацию в Елабугу. Я постепенно утрачиваю чувства реальности. Меня все меньше и меньше. Никто не видит, Не знает, что я год ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Я не хочу умирать. Я хочу не быть. Знаю, умру на заре, На которую из двух, Вместе с которой из двух, Не решить по заказу. Ах, если можно, Чтоб дважды мой факел потух, Чтоб на вечерней заре И на утренней сразу Ляшущим шагом прошла по земле. Небо, дочь, С полным берегником роз, Нерасканье наруша. Знаю, умру на заре, И в стрибьюную ночь Бог не пошлет по мою лебединую душу. Нежной рукой отведя Нецелованный крест, Щедрое небо рвнусь За последним приветом. Прорезь зари И ответные улыбки прорез. Я и в предсмертной якоте Останусь поэтом. Она свела счеты с жизнью 31 августа 1941 года. В Елабуге, В грязных синях Деревенской убогой избы, Где жила со своим сыном. Ей не было еще и 50 лет. Могила поэтессы затерялась. Много лет спустя Сестра Цветаева Анастасии Повесила табличку На Елабужском кладбище, На которой было написано К Марине Цветаевой. Идешь на меня похожий, Глаза устремляю вниз, Я их опускала, Тоже, прохожий, Остановись, Прочти слепоты куриный, И маков набрав букет, Что звали меня Мариной, И сколько мне было лет. Не думай, Что здесь могила, Что я появляюсь грозя. Я слишком сама любила Смеяться, когда нельзя. И кровь переливала кожи, И кудри мои велись. Я тоже была прохожей, Прохожей, Остановись, Сорви себе стебель дикий, И ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники Крупнее и слаще нет. Но только не стою грюмо, Глобу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, Легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает Ты весь золотой пыли, И пусть тебя не смущает Мой голос из-под земли. Я написала 15 поэтических собраний, 17 поэм, 8 стихотворных драм, Автобиографическую, Мемуарную, Историко-литературную, Иссоидские прозы, Письма и дневники. В мире существует 8 музеев, Которые посвящены мне. Светаева жила и дышала поэзией. У нее были исключительные предпочтения И предстрастия. И любила театр за его искусственность. Боготворила Пушкина и Ахматову, Преклонялась перед Блоком и Маяковским. Не любила звуки скрипки И обожала флейту и виолончель. Любимое мужское имя — Георгий. Любимые цветы — астры и хризантемы. Любимый цвет — зеленый. Любимый пейзаж — пенные волны моря. Не любила слова поэтессы. Применительно к женщине-поэту. Вся моя жизнь — роман с душой. Возьмите стихи, Это и есть моя жизнь. Этот танец не терял популярности На протяжении всего XIX века. Устраивались даже котельонные балы, Где молодые девушки впервые выходили в свет. Популярность котельона Привела к развитию отдельного бизнеса Производство котельонных аксессуаров. В одном из каталогов написано Кульминационный момент бального праздника Наступает с началом котельона Маленького праздника для себя. Именно здесь представляется удобный случай Порадовать себя маленьким подарком. Избользуются букетики, ордена, ленты И сотни других пестрых подарков, Которые, как по мгновению волшебной палочки, Возникают в центре зала. Они поднимают танцоров и танцорок к празднику. Давайте и мы продолжим наш праздник. Катерион, дамы и господа! 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 Катерион Колитвиновой! Итак, приветствуем нашу выпускницу Полину Столярову, которая пришла для того, чтобы получить послание Специально для этого Анастасия не выходит... Кирюша Валерия Игоревна. Все верно, Валерия Игоревна. Соня Гантмахер. Валерия Игоревна. Валерия Игоревна, наш звуковик. Так, дальше. Ой, это мы пропустим. Паша Асланян. Пашенька. Девятый класс, посмотрите, какие любвеобильные. Арианочка Некрушева. Наш хореограф, наша выпускница. Анастасия Смирнова. Сегодня выпускники пришли специально за тайными посланиями. Это точно. Даня Ященко. Итак, в топе, в рейтинге сегодня адресатов у нас Кирюша Аверичев. Даня Ященко. Дай, пожалуйста. Держи. Татьяне Беляевой. Ирине. Маме Лизы Бакановой. Но я не шутила, когда говорила про топ. Кирюша Аверичев, можешь отсюда просто не уходить. Ну и последнюю я забираю себе. Спасибо вам большое. Наша игра окончена. Этот танец называют беседой или маленьким танцевальным спектаклем. В 17 веке он был главным церемониальным танцем. И первыми его танцевали самые знатные особы – король и королева. Знатные люди специально обучались Минуэту в Парижской Королевской Академии Танца, основанной в 1661 году по приказу Людовика XIV. Лучшие танцоры занимались кодификацией придворных танцев. Разрабатывали и фиксировали на бумаге схемы, фигуры, приемы для танцующих. В те времена говорили, кто умеет танцевать Минуэт, тот все умеет. Приглашаем нашего танцмейстера. Ещё раз добрый вечер. Мы приглашаем вас на мастер-класс. Проходите, пожалуйста. Я думаю, мы сделаем три колонны. Мастер-класс по русскому Минуэту. Итак, нам нужно создать три колонны, чтобы мы могли ещё и пройти вперёд. Поэтому давайте у нас будет первая колонна здесь, вторая колонна по центру и третья колонна с левой стороны. Мужчины, посмотрите, пожалуйста, на меня. Вы стоите с левой стороны, а девушки с правой стороны. Так. Да, 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 всё верно. И третья колонна, да, друг за другом. То есть три линии ровные. Хорошо. Итак, мы начинаем. Хорошо, Мария. Встаём друг напротив друга в третьей позиции. Посмотрите, пожалуйста, третья позиция. Правая нога впереди. Итак, мужчины начинают. Мы делаем исторический поклон в правую сторону, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мы тогда туда пойдём сейчас опять. Да, да, да. Останемся как есть. Да. И ещё раз повторим. С правой ноги в сторону. И раз. Приставили поклон. Три, четыре. В другую сторону. Раз, два. Поклон. Молодцы. Девушки. Девушки. Девушки делают шаг влево. И с поклоном. И возвращаются на место точно так же с поклоном. Попробуем. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. То есть в одну сторону и в другую сторону. Ещё раз повторим. Поклон. Идём дальше. Хорошо. Далее. Мужчины с правой руки делают восьмёрку. В левую сторону начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девушки делают восьмёрку над рукой партнёра. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И положили руку прямо в руку партнёра. Замечательно. Развернулись. Да, да, да. Прямо на нас разворачиваетесь. Хорошо. Приготовились. Шаг с левой, с внешней ноги. И у девушек, и у кавалера. Делаем три шага. И точку приставную. Давайте попробуем. И очень важный момент. Свободная рука поднимается вверх вот таким вот образом. И точка у нас наверху. Три, точка. Давайте попробуем вместе. И раз, два, три, точка. Далее идёт шаг назад и наклон корпуса. И раз, два, три. И поднялись. А пусть повернулись друг к другу. Хорошо. Правая рука и у девушек, и у кавалеров. Навстречу друг к другу идём. И раз, два, назад. Три, четыре. И ещё раз попробуем. Раз, два, три, четыре. Молодцы. А теперь делаем обход. И раз, два, три, четыре. Также делаем навстречу друг к другу. Раз, два, три, четыре. И обход. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И дали такой же поклон классический, как мы делали это в начале. Мужчины. Раз, два, поклон. Четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Девушки. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Мы готовы попробовать? Я думаю, точно. Абсолютно готовы. Итак. Музыку. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Потрясающе! Абсолютно! Теперь вы знаете, как танцевать русские в минуэт. Мария, спасибо огромное! КОНЕЦ Давайте еще раз посмотрим на наших прекрасных участниц литературного вечера. Насладимся атмосферой весеннего вдохновения. Дефиле, дамы и господа! КОНЕЦ Медленно, верно, газ Плыл по уставшей комнате, Не задевая глаз Тех, что вы вряд ли вспомните. Утренний сонный час, Час, когда все растаяло, Я полюбила вас, Марина Цветаева! КОНЕЦ 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 Вот и подошел к концу наш традиционный литературный вечер. Он каждый раз иной, но все-таки есть в нем что-то неизменное. Красота, эстетика, культура. Дорогие наши мамы, бабушки, девушки, девочки, Пусть весна подарит вам тепло, вдохновение и безмятежность. Все, что снегом зимним занесло, отогреет и растопит нежность. Сбудутся любые пожелания, и удача улыбнется вновь. Счастья, радости и понимания. Пусть хранит вас нежная любовь. Я знаю, встреча суждена, Любовь на свете лишь одна, И лишь ее одну всю жизнь ищу я. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. В плену иллюзии томясь, И ошибаясь в новый раз, Надежду, как сокровище, храню я. И даже если не люблю я, Вновь и вновь о том молю, Чтоб жить одной любовью. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Она зовет, и я иду, Не важно где, в раю, в аду, Я снова повторяю, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Браво, браво, ребята. Спасибо вам огромное за вас, За вас таких прекрасных, Красивых, творческих, невообразимых. Спасибо вам за те эмоции, Которые вы нам сегодня подарили. Верно ведь? Вау! Это чудесный вечер. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное авторам Этого литературного вечера. Людмила Яковлевна, Анжела Фазелевна, Марьяна, заходите сюда, Это ваш вечер, Присоединяйтесь к ребятам. Браво! Спасибо огромное режиссеру-постановщику Марьяне И автору режиссеру-постановщику И ее команде, Которая помогла нашим детям Раскрыться и проявить таланты. Спасибо огромное нашей выпускнице Ариане и Даше За то, что наши Были такими красивыми в танцах. Спасибо большое всем организаторам, Учителям, воспитателям, Творческим, танцорам За то, что этот вечер состоялся. И спасибо огромное вам, Уважаемые родители, За то, что вы поддерживали, За ваши улыбки, За ваши сердца. Ну что ж, Да, литературный вечер Завершился, Но весна, Весна остается с нами. У вас есть что-то для родителей? Я вас отпускаю. Итак, Весна, Весна остается с нами в наших сердцах. Весна, Пора про бучь ждения, Пора чего-то нового, Пора красоты. И, конечно, Весна — это женская пора Настоящих, Великих женщин, Дорогие мои мамы, Бабушки, Девочки, Пожалуйста, Будьте красивыми, Будьте яркими. Пожалуйста, Вдохновляйте мужчин и всех вокруг Только на красоту И только на чудесные дела. Будьте мудрыми и созидающими, Берегите все живое, Берегите все ценное, Творите, мечтайте, И пусть этот мир будет прекрасным. С весной, С нашей весной Поздравляю вас! И спасибо большое! С вами был Игорь Негода. Пока ребята дарят цветы, Можно танцевать. Если кто-то еще не устал, Наш вечер завершается. После цветов и подарков Можно сделать памятное фото Здесь, на сцене, Либо на лестнице в фойе. С вами был Игорь Негода.